в прошлый раз я приезжал сюда на марк 2 на этот раз я на другой машине на альтезе в марке было достаточно мощности и получалось проезжать на полную катушку в этом же году машина не особо мощная от трасса в свою очередь позволяет ехать выжимая из тачки все суки буквально не отпуская газ реально весело пожаловать на москву рейсвей арену первого этапа юбилейного десятого сезона рдс гран-при я очень рад был частью рдс а также частью компании а и мол здесь буквально семейные отношения и для меня очень большая честь быть в этой команде мы на трассе москву рейсвей сегодня у нас первый этап начинается рдс джипи сегодня квалификация топ-32 очень такая интересная своеобразная трасса не всем она нравится потому что здесь есть повышенные запросы к мощности там 500 сил плюс это как бы на 500 сил слабовато едет тачка вот мне трасса не очень нравится потому что реально нужно ехать газ в пол и одна перекладка люблю побольше порулить состав участников у нас такой международный много сильных пилотов много очень сильных на дайга сайта чепа кристо блушь ночи как всегда с нами вот так что побороться есть кем подбиваться есть от того москву рейсвей шикарная трасса и те повороты что используется в дрифт конфигурации на мой взгляд отличная идея дрифт в повороте амг и далее очень скоростной под четвертую передачу получается очень быстро я не могу сказать в цифрах но по ощущениям очень удовольствие для пилота ты для зрителей тоже много дыма высокие скорости здорово ну вообще день у меня сегодня начинался достаточно хорошо на прогревочных проездах я хорошо проехала и вышла на квалификацию на самом деле достаточно спокойно и уверенная в том что все получится ну так чуть-чуть был конечно мандраж с тем что со мной происходит обычно это было спокойствие и я была честно говоря расстроена своими квалификационными проездами то что могла объективно проехать лучше но мне было бы счастье на несчастье помогло я попала на Ивара Мустакимова в принципе понимала что с ним можно побороться потому что у него по темпу примерно такая же машина вот и честно говоря у меня вообще-то было ощущение что он будет нервничать когда будет ехать со мной видимо так и получилось ну и в топ 32 на самом деле мне очень помог зимний опыт потому что по сути ехать вот по такому покрытию все равно что ехать зимой нужно всегда ждать что может где-то появиться зацеп всегда быть на сцеплении всегда быть на ручнике ну и соответственно поэтому я вроде как доехал не развернулась и я прошла по 16 сегодня получилось проехать неплохо для первого раза квалифицировался четвертым в топ 32 были довольно сложные условия шел дождь он как раз начался перед моими заездами так что получилось что в разных частях трассы зацеп был абсолютно разным но мне удалось выиграть пройти дальше сейчас есть небольшие проблемы с машиной но механики справятся надеюсь завтра будет сухо и удастся показать себя на все 100 честно говоря на текущий момент мой основной так сказать соперник это моя машина давай-ка ты подруга не подведешь меня завтра понимаете когда я гоняю я в первую очередь гоняюсь сам с собой стараясь выжать из себя максимум ну и просто надеюсь на лучшее знаете здесь все сильные пилоты я не могу назвать поименно но мне кажется если я смогу выложиться и с машиной все будет в порядке у нас будут достаточно неплохие шансы в этой альтезе не очень много мощности но едет она при этом весьма приятно сегодня правда вот дождик идет ну я по этому поводу не особо парился поскольку прошел сегодняшний парный практически без боя и жду не дождусь завтрашних заездов топ-16 если завтра получится выиграть может быть на гочу попаду в общем завтрашних заездов жду с нетерпением но и 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 Продолжение следует...